По информации Краснолучского департамента ГУП ЛНР Луганск Вода в связи с реконструкцией водопроводной насосной станции Крум, замена насосных агрегатов, в рамках развития программы по улучшению водоснабжения города Краснолуч, 5 марта будет отсутствовать подача воды на восточную часть города. Ориентировочное время вхождения в режим по окончанию ремонтных работ. Вычислять и блокировать звонки из мессенджеров затруднительно. Этим и пользуются аферисты. Как мошенники убеждают своих жертв? Вариант первый. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. На аватарке фото человека в форме или эмблема силового ведомства. Неужели это мошенник? Никаких сомнений. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах. А фото на аватарке – подделка. Вариант второй. Голос в трубке звучит зловеще. Вы подозреваетесь в госизмене. С вашей карты поступали денежные переводы врагу. Вам грозит огромный срок с конфискацией имущества. Запомните. Это – мошенники. Их задача – напугать вас и заставить отдать круглую сумму. Сбросьте звонок и заблокируйте этот номер. Вариант третий. Звонок с портала госуслуг. Вежливый голос уверяет. Ваш аккаунт взломан и вот-вот случится беда. На ваше имя оформят кредит. Украдут все данные. Зарегистрируют несколько сим-карт и используют их в преступной деятельности. Но злоумышленникам можно помешать, если сменить пароль и номер телефона на госуслугах. А собеседник подскажет, как это сделать прямо сейчас. Под его чутким руководством. Запомните. Это – мошенники. Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомцам. Не становитесь легкой жертвой аферистов. МВД предупреждает. Это – мошенники. На территории Луганской Народной Республики в период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 236 пожаров. Из них 170 возгораний произошло в экосистеме. К ликвидации дорожно-транспортных происшествий силы МЧС привлекались три раза. В одном из них в Первомайском городском округе в результате столкновения ВАЗ «Патриот» и «Газели» травмированы 4 человека. Спасателями произведено отключение клемм аккумуляторной батареи. Инженерно-саперные подразделения МЧС за прошедшую неделю обследовали 15,72 гектара. На территории выявлено 71 единица взрывоопасных предметов. Происшествий на водных объектах республики не зафиксировано. Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике напоминает. В сухую ветреную погоду запрещается проводить пожароопасные работы, выжигать стерню и выбрасывать леющие окурки и спички. При этом, если пожар в экосистеме, возникший по вине человека, нанес значительный ущерб, то виновный будет привлечен к уголовной ответственности. Ваша безопасность – ваша ответственность. Падение, ожоги, отравление, дорожно-транспортные происшествия. Детский травматизм всегда был актуальной проблемой. Миллионы детей по всему миру из-за последствий травм оказываются на больничной койке, остаются инвалидами или, что самое страшное, погибают. Травматизм является главной причиной гибели детей во всем мире. Ежегодно от травм погибают 950 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Это означает, что каждый час погибают 100 детей, а ежедневно 2000. Травмой называется результат внезапного воздействия на организм ребёнка какого-либо фактора внешней среды, нарушающего анатомическую целостность тканей и протекающих в ней физиологических процессов. Выделяют следующие виды детского травматизма – бытовой, уличный, школьный, спортивный и прочие причины. Бытовой травматизм занимает первое место среди повреждений у детей и составляет около 75%. Основные причины травм дома – это ожоги от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга и открытого огня, падение с кроватей, окон, ступеней, удушение мелкими предметами и отравление бытовыми химическими веществами, такими как моющие, отбеливающие и лекарственные средства. Основная причина большинства несчастных случаев у детей – падение, а их последствия – это ушибы, переломы костей, серьезные травмы головы. Дети падают с кроватей, со столов, ступеней, из окон, с деревьев и велосипедов. Во избежание падения зимой нужно следить, чтобы у детей была не скользкая обувь, чтобы дорожки, по которым они ходят, были посыпаны и очищены. Большинство падений в домашних условиях происходит с детьми до 4 лет. Их можно предотвратить. Для этого не разрешать детям лазить в опасные места, устанавливать ограничения на ступеньках, балконах и окнах. В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, особенно качели. В весенние и летние месяцы очень часто происходят падения из окон. Чтобы это предотвратить, необходимо отодвинуть всю мебель от окон, запирать окна, которыми не пользуетесь. И для ограничения открытия окон необходимо поставить специальные ограничители. Из всех травм на улично-транспортную приходится каждое двухсотое. Однако именно эти травмы отличаются наибольшей тяжестью. Почти все требуют госпитализации и являются основной причиной инвалидности с детства. Для детей необходимо донести следующие правила. Останавливаться на обочине, смотреть в обе стороны перед тем, как перейти дорогу. Переходя дорогу, нужно держать за руку взрослого человека, либо более старшего ребенка. И нужно переходить дорогу и ни в коем случае не бежать. Переходить дорогу только в установленных местах. И нельзя играть возле дороги, особенно с мячом. Старшие детей необходимо научить присматривать за младшими. При перевозке детей в машине необходимо использовать специальные средства, такие как ремни и кресла. При езде детей на велосипедах, роликах, нужно использовать средства защиты, такие как шлемы и наколенники. Нередкое явление – школьный травматизм. Несчастные случаи, происходящие с учащимися в учебном учреждении, являются причиной почти 15% всех детских травм. При этом 80% повреждений происходит во время перемен. Обусловлено это в основном нарушением правил поведения ребят. А вот несчастные случаи во время физкультуры, по мнению врачей, часто связаны с недостаточной организацией страховки во время выполнения спортивных упражнений. Предупреждение детского травматизма – это очень важная проблема. Несмотря на большое разнообразие травм, причины их типичны. Это неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, и недостаточное и неправильное поведение детей в быту, на улицах, во время игр и занятий спортом. Возникновение травм способствует детская любознательность, большая подвижность, эмоциональность и отсутствие чувства опасности у детей. Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в двух направлениях. Первое – это устранение травмоопасных ситуаций. Второе – это обучение детей основным профилактикам травматизма и первой помощи сама и взаима. Способы профилактики травматизма зависят от возраста ребёнка. Маленького нужно оберегать от опасных предметов, не выпускать из вида. Чем старше ребёнок, тем важнее объяснить ему правила техники безопасности. Профилактикой является не оставлять детей без присмотра, не давать для игры детям мелких предметов, не ставить в доступных для ребёнка местах посуду с горячей жидкостью, не допускать маленьких детей к источникам открытого огня, а старших детей научить пользоваться спичками, закрыть электророзетки специальными заглушками, убрать недоступные для ребёнка места, острые предметы, лекарственные средства и бытовую химию, не оставлять открытыми окна и балконные двери, не оставлять ребёнка без присмотра при купании в ванной либо в открытых водоёмах. Взрослым необходимо всегда помнить, что в их руках находится здоровье и жизнь детей, а также счастливое детство, без травм и лишних обращений к врачам. Новости телеканала «Луч». На выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года в Луганской Народной Республике, вы можете принять участие в голосовании, предъявив паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт ЛНР, паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Луганской Народной Республики не позднее 30 сентября 2022 года. При предоставлении документов, подтверждающих факт проживания по месту жительства на территории Луганской Народной Республики не позднее 30 сентября 2022 года, это может быть адресная справка, домовая книга и другой документ, вы можете проголосовать по военному билету, удостоверению личности офицера, иному документу, удостоверяющему личность, выданному полномоченным органам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова